Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево на своей кухне. Сегодня мы с вами будем мариновать мясо. Рецепт от Азаровского, так называемый. Все очень просто и легко. В конце расскажу для чего этот видео сюжет. Мясной дворик в магазине возле Пятерочка. Здесь у нас кило 200. Цена за 380 рублей за килограмм. Вышло все вместе на 450 рублей. За мясо благодарим Валентину Прищепу. Она нас поддержала как раз таки на шашлыке. Убираем весь лишний жир. Кто любит, как вы можете оставить. То есть это не принципиально. У каждого свое видение и веяние. У нас так как и так едим много, надо поддерживать форму. Именно как раз таки отсутствием жира. Вот эти остатки мы отдадим шарику. То, что осталось тут, ну совсем чуть-чуть, это уже нам не мешает. Но здесь грамм примерно 150-200. То, что как раз таки является чистым жиром. Далее мы мясо нарезаем на порционные кусочки. Кусочки у нас небольшие, так как приготовление шашлыка подразумевает ограниченное пространство. И с большими кусками он просто туда не влезет. Собственно, поэтому и выбрано мясо было. Именно вырезка, а не какое-либо другое. Итак, мясо готово. Осталось сделать теперь маринад. Магнит. Лук продают у нас теперь вот так вот фасованный по пакетам. Здесь килограммчик. Стоимость 58 рублей. Может быть там на пару рублей, я ошибаюсь. Мы его чистим примерно наполовинку. Далее. Наша задача иметь сильные руки. Берем вот так вот и выжимаем сок, чтобы он быстрее дал сок. И дубильные вещества выделить в мясо. Тогда у нас оно будет ароматным, сочным, великолепным. Плакать хочется, прям плакать хочется. И, собственно, выдавили сок. Лук, честно скажу, не очень сочный. Он уже старенький. Местами вы видели, что он даже темный. Моя любимая смесь 4 перца. Но очень душистая, очень ловкая. Буквально чуть-чуть. Чтобы... Все. Этого будет на всю эту дозу достаточно. Черный перец. Это по стандарту. Почти нам много не надо. Нам мясо должно дать само же прекрасный вкус. Специи шашлыка. Можете купить. Они, в принципе, везде одинаковые. Но это от Сирго. Покупалось там же в магазине, в этом мясной дворик. Мне в прошлый раз очень понравилось. Они... Вот он пропиталось, когда простояло мясо. А внутри был такой, знаете, розоватый красивый оттеночек. Вообще, прям... Все. Собственно, самое главное, не борщить. Ну и... Примерно... Половинку столовой ложки соли. Чтобы она у нас не была пресная. Далее. Самый секретный ингредиент. Многие о нем знают. Но бывают, забывают. Это масло. Растительное. Заливаем. Что дает нам масло? Оно даст нам хорошую, красивую корочку. По идее, ну и мясо не будет терять сок. То есть оно как бы у вас хлопнет получается. И самое важное. То, что использует. Кто-то там уксусы, кто-то майонезы, кто-то кетчупы, кто-то... Сколько у меня тут собак оказывается? Вокруг шариков прям развелось. Кто-то использует соевый соус. Ребят, обычная теплая вода. Для чего жидкость вообще нужна? Чтобы мясо быстрее начало себя впитывать. Ну и собственно, мы это все вот так вот хорошо берем и перемешиваем. И ставим на сутки под груз, предварительно где-то там раз в три часа мы это перемешиваем в холодильничке, чтобы в холодке стояло. Так вот накрываем тарелочкой. Вот все. Видите, там сока достаточно. Причем, смотрите, вот она появилась жидкость. Она с перчиком, совсем со специями. Соль растворится. Даст прекрасный вкус. И мясо будет у нас ароматное, насыщенное. Великолепно. Для тех, кто завтра с нами хочет поучаствовать в приготовлении волшебного шашлыка, который попросил Ашот, вам понадобятся шампуры деревянные. Получается, они стоили у нас 46 рублей. Нашел в единственном витязевом магазине Уракту на пересечении улицы Пролетарской и улицы Черноморской. То есть все объехал. Магниты, пятерочки нигде не было. Там нашел. И трехлитровая банка. Ну и собственно мясо и фольга. Все. Ребятки, я жду вас завтра вечером на эфире. Всем приятного, прекрасного вечера. С небольшим расстройством. Я уже видео записал. И выложил о том, что у нас врачи рекомендуют не открывать курортный сезон. Но мы прорвемся. Дай бог, все будет хорошо и прекрасно. Кто знает, как будет. Как будет, так будет. Либо вот так вот. Ну и жду вас в комментариях. Пишите, что бы вы сделали прицепке по-другому. Что вам понравилось, не понравилось. Ну и завтра не забывайте зайти продегустировать вместе со мной. Пока.